I have ways of blowing things up. И вторая часть, и я не мог позволить упустить этот седевр. Первая игра была просто уникальной, гениальной. И всё, что я могу о ней сказать. Давайте же, наконец-то же, дотянемся и до второй игрушки, которую я обещал, что мы пройдём, мы это и сделаем. Пахли в новую игру. Я просто немножечко подкрутил звук, ничего ещё здесь не делал. Создание героев, импорт, импорт я не буду делать. Олдскульный режим, автоматическая прорисовка карты. Нет, 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 это я не буду делать. Вообще, сложность? Нет, из-за точно нет. Нормал, хард, из-за по классике. То есть, изменение урона, скорость и агрессивность монстра в бою после начала игры, извините, эту настройку станет невозможно. Хорошо, да, пойдём мы на нормале, так же, как и прошлую игру. Стальные выдержки, сохранить свой прогресс будет можно только возле целебных кристаллов. Извините, нет, я на запись играю. Одноразовые кристаллы. Смешно. То есть, включаешь вот это, вот это и вот это, и получаешь experience примерно 2000 года, наверное. Я понимаю, почему они включили эти опции, но потому что я играю на запись, я, наверное, брать это не буду. Хотя, возможно, потом для себя и перепройду со всем вот этим вот. Не знаю, не уверен. Так, по традиции я не смотрел никаких ревьюшек, ничего. Я вообще не знаю, что нас ждётся внутри. Я вон только вижу прекрасную гору на фоне. Так, ещё раз. Точно, идём на нормале? На нормале. Нормал, всё. Хорошо. Принять. А, милочку. И создание своих героев. Самостоятельно создать своих персонажей взамен автоматически. Нет, тут я тоже не буду этого делать. Я пойду с автоматическими персонажами, как и в прошлый раз. Я понимаю, что интересно создавать и уникальные эти, но я не знаю, какие здесь будут помыться, поэтому да, принять. Поехали. Я думаю, для первого прохождения это будет оптимально, поэтому... Хух. Я волнуюсь. У меня вот этот трепет внутри приятный, хороший. Надеюсь. Красиво, кстати. Два года прошло между играми, одна двенадцатого года, вот эта вторая часть четырнадцатого года. Красиво. Красиво, ничего. Наши. Подтасовочки. Плохо. Я ничего не хочу сказать, но, по-моему, фишка с компасом не так работает. То есть, компас поворачивается, на него потом смотрят люди, и потом только поворачивает корабль. Компас не поворачивает корабль. Ну, ладно, возможно, если магия повернула компас, она вполне могла и повернуть штурвал корабля. Я понимаю, да. Так, кораблекрушение. Как удобненько они так выжили. Прикольно. Мне нравится. Минуточку. Мы же взорвали гору, мы взорвали механизм. Почему это сейчас все происходит? Ну, да, чуть-чуть в крыму. Два. Ну, что ж. О, у нас, у нас два минотавра. О, это интересно. Сейчас, секундочку, ребят. Так, единственное, что я, пожалуй, забыл нафиг. Это... Это... Ладно. Карта. Я забыл. Первый, второй слот оружия. Управление. Вообще. Так, пища. Ты у нас человек, боец. Статусы, сила, ловкость, стойкость к огню. Понятно. К яду не очень, к холоду вообще никакая. Урон 3.6. Урон. Так, навыки. Уклонение и броня. А, легкое оружие, чуточку... Вот, понятно, я понял. Навыки, причем, они нет. От черты. Человек. Представляет наиболее многочисленные разумные расы. Та-та-та-та-та-та. Ты легко приспосабливаешься и можешь добиться успеха в любой профессии. Ты набираешь очки опыта на 10% быстрее. Это бонус для человека. Хорошо, я понял. Боец. Здоровье. 67 плюс каждый уровень. Энергия 30 плюс 3 каждый уровень. То есть здоровье у нас идет лучше, чем энергия. Понял. Особые атаки оружием ближнего боя требуют в 2 раза меньше времени на подготовку и стоит на 25% меньше энергии. Особые атаки. Понял. Крепость. Физический урон тебе нипочем. Здоровье плюс 20. Ну как нипочем. Почем, конечно. Ну ладно. Проворность. Твои рефлексы молниеносны. Ловкость. То есть у нас получается одноручный ловкач. Хорошо. Ты. Минотавр. Варвар. Первый уровень. Минотавр. Великан, впадающий в ярость по поводу и беств. Твои-то терпят лишь из-за невиданной разъяренности в бою. Сила плюс 5. Ловкость минус 4. Ну то есть у нас будешь промахиваться. Живучесть и сила минус ловкость и минус сила воли. К сожалению. Твоя потребность в пище на 25% выше. Короче, жрет дофига. Понятно. Хорошо. Варвар. Здоровье. Нечко, у тебя... А, это боец. Это варвар. Здоровье. Сила плюс 1 каждый уровень. Тут каждый уровень что? А, ничего. Понятно. Хорошо. Охотник за головами. Да, у нас эта особенность осталась из первой игры. Сила плюс 1 за каждый месяц при себе череп. Да, будем собирать черепки. Это прикольно. Клык. А, ты не минотавр, ты крыса-люд. Мне просто аватарка сначала показалась. Кто ты у нас? Алхимик. Запоминающий... А, занимающийся варкой зелий для самозащиты, предпочитающий огнестрельное оружие. Ммм. Хорошо. Здоровье. Так-то энергия 50. Хорошо. Стой. Количество трав в рюкзаке увеличивается в зависимости от числа сделанных ходов. Ого. При использовании огнестрельного оружия на 50% уменьшается шанс осечки. Спасибо. Хорошо. Крыса-люды. Это вообще, хоть с виду так и не скажешь, хоть кажутся слабыми и больными, на деле ты одни из самых адаптируемых и выносливых созданий во всем мире. Ты запаслив от природы, а также любишь возиться с механическими устройствами. Сила минус 4, ловкость плюс 2. Ловкач. Уклонение. Хорошая. Ловкость хорошая. Переносимый вес плюс 15. У нас еще и торбоходячие. Иммунитет к болезням. Ой, блин, это ж как хорошо-то. Так, мутации. Там краб ползет. С достижением тобой нового уровня один из выбранных случайным образом атрибутов повышается на 1. Это неплохо. Крепость, физический урон тебе нипочем, здоровье плюс 20. То есть, да. Хорошо, ладно, понял. И, блин, это похоже на Лебовского. Посмотрите на это лицо. Это же чувак из Лебовского. Ну, то есть, это сам Лебовский. Про человека мы знаем. Чародей. Зачарованные сферы с посохами служат тебе. Та-та-та-та-та-та. Здоровье плюс... Здоровье вообще никакого. Энергии дофига. Энергия будет качаться быстрее, чем здоровье. Это логично. Мы же маг. Колдовать с пустыми руками. Спасибо. Это прикольно, что Котя. Могущественная аура. Энергия плюс 20. Круто. Спасибо. Духовность. У нас стегла озарений. Сила воли плюс 2. Хорошо. Рюкзак, статус. Это мы все так. Вот у нас концентрация и магия огня. Тоже магия огня на 1 прокачана. Получается. Вот этой кнопкой. Вот этой. Вы мне предлагаете выбраться? Хорошо. А то я сидел такой, читал. Тут все-то... Окей. Выбраться-то мне предстоит. Каким образом? Панелью камень, чтобы атаковать. Понял. Спасибо. Вот это нужный совет дельный. А то я реально забыл. Так. Что я могу сказать? Там что-то шипит. Вот что я могу сказать. Во-первых. Во-вторых. Мы не в горе. Мы на улице. Что для меня максимально непривычно на данный момент. Камушки я тоже возьму. Ты же у нас кидаться можешь камнями. Я так понимаю, пока у тебя огнестрела-то нет. Тебе все абсолютно сойдет. Ох. Это выглядит крайне непривычно все. Да, вертеться лучше на кнопки. А как же стены с секретными... Не, я думаю, что это тоже тут будет. Я заберу. Я думаю, колючий фрукт. Это можно будет скушать. У нас минотавр с потребностью похавать. Так. В первой части, я помню, у нас прямо в начале была какая-то секреточка чумовая, чтобы прям получить хорошие бонусы. Я тоже хочу тут секреточку. Но даже если она тут есть, я ее вряд ли так сходу найду. Эти... Эти крабы не... Да. Я могу и так делать. Минучка, я могу этих крабов бить? Промах. В смысле, мне стоит попытаться еще раз или это все? Зачем тут этот кармашек? Хорошо. Так. Ааа, блин. Ха-ха. Новое заклинание. Заклинание огня. Я, правда, всех наших долбанул этим. Очень печально, очень обидно. Все. Я понял. А. Т. Это не подождать. А как подождать? Черт. А... Хрррррррррррр. Серьезно? То есть там, наверное, было... Надо вспомнить. Ничего не получилось, да? Блин. Надо будет вспомнить, как вообще творить заклинание. Штаны оборваны. На. А то ходишь тут, как не знаю, что. Защита один, вес ясный, понятно. Чьи-то оборванные штанцы одели. Уже хорошо. Да, я помню вот этот маленький такой недостаточек первой игры, что вот, чтобы вниз посмотреть, это прям нужно посмотреть. Так. Здесь-то я не... Да, по траве проходить нельзя. Ясно. Ее можно... Угу. Ее можно пробивать. Зачем? Посмотрим. Но это интересно. Значит... Возможно, что здесь что-то есть. Блин, шесть урона. А, можно и так делать. Хорошо. Я не знаю зачем, но раз это можно сделать, я бы предпочел, наверное, так и сделать. Ау. Я очень предполагаю, что оружие не может сломаться, да? Это было бы печально тоже. Я свою клетку не осмотрел? Да ладно, черт с ним. Что может быть полезного в той клетке, в которой я сидел? Так. Траву мы скорчевали, конечно, пройти там не можем. То есть пройти надо будет в обход. Вот здесь нас бы научили. О! Оружие, на тебе. Надо привыкать опять. Так. Два шесть. Плюс сила. Один четыре. Ясно. То есть, ну, как обычно, минотавр у нас на танка. Эта девушка у нас будет типа воин-мечник. Крысолюд у нас будет стрелком. Как девушка-вор была, только здесь... Ох ты ж. Привет. Ох, хорошо. Там надо привыкнуть как-то все брать. Я же... Да, я их не скармливаю сразу. Хорошо. Это манна, это голод. За голодом надо следить. Да, 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 да. Все, понял. Хорошо, хорошо. Поехали. Я тут что-то вижу. Погодите. Поэтому... Да, это можно взять. Крысолюд, ты у нас... Ты у нас алхимик, да? Да, хорошо. Все, потом будем разбираться. Что ты вообще умеешь и зачем тебе это надо? Вроде ничего нет. Мы с кем-то подрались. Мы кого-то замочили. А, можно было еще огневым заклинанием жахнуть, но... Да ладно. Немножечко хавчика себе намудрили. Кнопка. Кстати, звуки оставили из прежней игры приятной. Кнопки у нас выглядят вот так. Вон, я вижу черепаху. Она прячется от страха. На, с хавой. Ну, иди сюда. Хавчик пока распределяем. А ты кто-то? Яйцо. Яйцо тоже, думаю, можно съесть. Возможно, можно что-то приготовить. Камушек верните мы, пожалуйста. Камни это очень ценный ресурс. Как показывает практика, камни это очень ценный ресурс. Что за плотоядные черепахи такие? Вы посмотрите. Они тут прям... Людей жрами. Че это, че это? Прикиньте, чуть не пропустил. Это уж не волшебная ли эта палочка, не? Дротик. Нет, дротик это тебе вот сюда вот куда-то. Не знаю, потом решим. Так. Ладно. Магия огня у нас есть сходу. Прикольно. Заклинание открыто. То есть здесь сделали такую же фишку, как и во втором. Тебе не надо находить свиток, чтобы выучить заклинание. Ты можешь экспериментировать и находить разные заклинания. Просто это будет стоить и времени, и сил, и всякое такое. Ну, то есть ты можешь делать так, можешь делать так. Пожалуйста, никто тебя не ограничивает. Ключик. Ключик я тоже заберу. Это черепаха его, кстати, охранила. Пока что... О, еще один. Да, надо быть повнимательней. Тут лук такой же... Вот он лежит где-то там на границе экранчика аккуратненько и отдыхает, чилит. Ой, там еще одна тварь есть. Ну-ка. Оп, оп. Беги. Нормально. Вначале нам дают запастись едой. Это хорошо, это понятно, это приятно. Вот это яйцо, я думаю, тоже вполне съедобно. Так, вот это не пробивается. Вот это пробивается. Вот это пробивается. Ясно. Хорошо. Вон дверка, куда нам нужно. Но прежде чем мы пойдем, куда нам нужно, я бы хотел туда, куда нам хочется. А хочется мне вот сюда. Как минимум второй камушек подобрать. А то с одним камушком ходить не камильфон. Да, скважина. Кстати, скважины оставили такие же. Я считаю это... Ну, как бы не... О-о-о, я вспомнил! А, я вспомнил, да, то, что я вот так вот там зажимал. Надо нажать просто один раз. А также я сейчас вспомнил, какая у меня была боевка... О, я собрал сет. Сет оборванца. Какая у меня была боевка... Первый. Камушек, да? Я его, видимо, там и оставлю. Или придется что-то другое потом оставить. Где эта штука? Давайте я сначала его убью. Так, там что-то есть интересненькое. Критический. На два? Это что за урон такой критический на два? Ой, кристальчик. Хочу, хочу, хочу. Да ладно, черствуем с камушком. Может, мы найдем еще что-нибудь. Итак, письмо. Письмами ты у нас будешь заведовать. Хранитель острова. Ого! Так, дорогой гость. Добро пожаловать на мой остров. Надеюсь, путешествие не слишком пагодно сказалось на твоем здоровье. Уверен, ты найдешь этот остров самым чудесным, но одновременно и самым опасным местом на земле. Мне слабо верится в твое выживание, но может быть, ты опровергнешь мои опасения. Советую вооружиться получше до наступления темноты. Ёлки. Вот этого я, наверное, немножечко опасался. Насчет наступления темноты. Ты у нас что даешь? Защита 2. Балахон. От одного этого. Это одеяние отлично защищает владельца. Это такой ща. Вот ледяной стужи. А-а-а. Это у нас еще и с... С погодными этими. Ну, давай ты пока оденешь. Посмотрим. Потом будем разбираться со шмотками. Я испугался. Ай, крит. Маг пока что вносит дофига урона. Меня это радует. Наверное, я просто по наитию кинул в него... Ну, закастил это заклинание. Так бы я сейчас ходил без заклинаний. По-старому. Зачем тут это место? Оно тут неспроста. Просто тут не бывает. Где тайные кнопки? Ладно, я же потом все равно узнаю. Надеюсь. Тут можно сохраниться и вылечиться полностью. Подождем. Я пока что исследую локацию. Я так понимаю, это наш первый определенный какой-то хаб, в который мы будем время-тремень возвращаться. Так, свиток. Свитки я знаю. А! Свиток вспышка пламени. Да, вот меня здесь ему бы и научили этому пламени. Но я как-то это все сделал сам. Не знаю, в кого я буду качаться. Хочу ли я дальше огнем качаться. Наверное, да. Фаерболы в прошлый раз были очень хорошей такой штукой. Не вижу ничего плохого, чтобы дальше в фаерболы вкидываться. Хотя для разнообразия... Ну, не знаю, ребят. Пишите. Для разнообразия может быть что-то другое. Так, чувак. А, все урон получили. Красавцы. Зачем ты здесь? Камушек тебе? Этот предмет не укладывается в руки... Ага! Все, я понял. Значит, что-то должно уложиться в руки статуи. Ну, ясно, понятно. Кристалл это у нас не одноразовый, поэтому... О, погодите. Кристалл жизни. Прикоснительный... Да, это мы знаем. Спасибо. Сохранено, вылечено. Нам нужно что-то положить в руче честатуи. Ну, это такая косвенная подсказка. Это выглядит как карена. Или мне кажется. Тут нужен золотой ключик. Мы знаем про такие. Добро пожаловать в место прохождения твоего первого испытания. Когда будешь готов, вступи в круг и призови стражей. Хранитель острова. Стесняюсь спросить. А как? Ну, вот эта штука, наверное, закроется, да? Смотрите, тут есть проем. Ну, это очень сильно похоже на арену. Очень сильно. Нет? Призови стражей. Как? У меня есть какие-то вещи, про которые я не знаю. Статус, навыки, тень. Посплю. Блин, кстати, он сказал, до наступления темноты ты в этом вооружился чем-нибудь. Ну, наступила темнота. Черт. Так, хорошо, хорошо. Призываю стражей. Ладно, минуточку. Никого не блевануло только что. Ладно. Что я могу сделать для, собственно, призыва? Этих самых стражей или даже стражей. Кстати, на, поешь. Вот это сколько. А, ну, мне показывает, сколько оно заполняет. Ой, мои лапы. Спасибо, добавили такую штуку полезную. Наконец-то теперь можно более-менее распланировать, что и кто, сколько съест. А не, ну, примерно вот так вот. Так. Призови стражей. Стань в круг. Стань. Ну-ка, дети, станьте в круг. Станьте в круг. Честно, может, я что-то не... Что-то я упускаю, но это не очевидно. Если что. О. Ладно, погодите. Попробуем сейчас пошататься по округе, посмотреть, что от нас хотят. Ладно. Я, на самом деле, поспал до утра, потом ушел оттуда. И... Тут есть еще один проход. Возможно, я еще что-то не умею или что-то не знаю. Давайте посмотрим, что здесь. Хорошо. Это место отмечено крестом. Тоже понял. А... Это место... У меня есть столько вещей, чтобы оно открылось? Давайте смотреть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну, хорошо. Если я сейчас сниму... Теперь можно все забрать. Хорошо. Хорошая загадка. Не скажу, чтобы сложная, просто приятная. Так. На тебе, брат, твою палку. У тебя камушек. Где там была я? Да, дверь уже не закрывается. Хорошо. То есть, ты ее просто открыл, количество вещей определенным, и... Все. Можно пройти. Если ты желаешь посмотреть и получаешь совет, можете сделать в меню паузы. Посмотрим. Она на меня прыгнула. Вообще-то, хп-шки сняли. Вообще-то, обидно. Камень отдай. Там их несколько. Надо избегать прыжков. Да какие промахи нафиг. Фух. Там еще одно подошло. У меня маг устал. А, ты на эти наступать не можешь? Они на кнопки наступать не могут. Быстренько восстанавливаемся. Не ночь? Нет, еще не ночь. Хорошо. Камушек этот, ну, как оружие, такой себе. Да, тебе, дружище, тоже что-то нужно. Всем что-то нужно в наше время. Просто так никто ничего не делает. Что ты хочешь? Легенда Киллхагена. Вторая по ценности вещь в жизни капитана корабля. Его клинок, без которого он не достоин командовать своим экипажем. Таким образом, потеряв оружие где-то на берегу погибших кораблей, он утратил самое важное уважение своей команды. Вторая по ценности вещь. Это клинок капитана. Первое. Компас, уважение. Так, хорошо. Есть некие намеки. Понял. О, там еще что-то бегает. Надо его тоже убить. Какой кровожадный человек, типа. Вот, там что-то бегает. Это надо убить. Шапочка. Шапочка я тоже возьму. У нас тут сет голодранца, так что защита один. Почему бы нет травки? Потом будем смотреть сочетание травок и что и как они делают. О. Совсем не подозрительный грибочек. Меня смущает, что я пока что не нашел ни одного секрета. То есть я не знаю, как они выглядят. А, они здесь есть, я уверен. Это же гримрок, черт побери. Тут есть какие-то тайные камни. Просто надо понять, как выглядит кнопка, чтобы ее искать. Ага. Сюда нужен ключик. Там два упыря. Это не камень? Ладно. Хорошо. Восточная граница Виндгейта. Супер. Что мне тут должно сказать? Да? А он на время? Давайте подождем, узнаем. Сохранить? Ой, можно сохранить. Уху-ху-ху-ху. Да. Это же просто же замечательно. Но портал, видимо, не на время. Пойдем. Это я отсюда, портнулся сюда. Здесь испытание, здесь дверь, здесь... Кстати, кусок корабля. Ладно. Допустим. Западная граница. Ага. Не попал. Ну, как обычно, маг у нас вносит просто чертовски дофига урона, поэтому его силы нужно беречь и распределять правильно. Ну, а я хочу туда. И я туда попаду. Во-первых, золотой ключик. Да. Кинжальчик. Да. Бутылочка. Не просто бутылочка, а хилочка. Да. Оп. Я еще и камушек заберу. Спасибо. Та-да! Первая секреточка раскрыта. Так, а почему вот это вот выглядит? Смотрите, по карте... Да, ну, пожалуй, может, это стенка. Ладно, такая. Не буду придираться сильно. Итак. Шо в сумочке? А, вот так он открыл. Проща! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как красиво-то! Сумочку мы оставим, наверное... А, ага. Все. Вот так. Для еды... Пока что сюда черепашье мясо сложим. я хотел правы и право это переложить творишь то так ладно кинжал бросок а погоди легкое оружие урон 310 плюс ловкость это на ловкача точность 5 период ожидания бросок особая атака расход энергии быстрое оружие при предмет предметов быстрое умение предметов во врага удержание кнопки атаки чтобы использовать угрожающий вид клинка одинаково эффективный а угрожающего вида клинок пардонте одинаково эффективны как в ближнем бою какие на расстоянии излюблено оружие разбойников и воров это же не твое оружие да ну ладно да пока что с ним похож 6 17 3 9 6 17 офиге как урон подрос на тебе во вторую руку на всякий случай могу нас будет равно маги фигачить так золотой ключик 9 21 6 17 ну хоть что-то тут все мы видим и все пойдем теперь золотую дверку то открывать я так понимаю что это же не отсюда нет выглядит как будто отсюда давайте сходим никого не появилось кстати вот такая штука тебе подойдет я понимаю что это не меч на этот клинок типа все дела ладно можно бы кстати наверное нет ладно открою сначала эту штуку потом по сохранить пойду если меня выпустят отсюда надо вот так сделать и вот так ты она все-таки от то а это выглядело ключ с орнаментом печалька значит золотой ключик надо еще найти это еще предстоит пойдемте золотой ключик золотой той той оба сохраняемся с другой стороны это логично так меня вот что еще интересует ребят погодите то есть вы хотите сказать что мне во вторую руку нужны камни что ли да все понял как это работает значит не палка пофиг хрю хрю ребят я иду к вам где вы там были а дальше какой нафиг промах то какой промах блин спрашиваю лицом танчим он убегал от меня я думал он отходит для атаки ну чувак такой решил а нет пожалуй мне тут не просто свалю-ка я отсюда ящик так рапира требуется легкое оружие один лопата смеемся вы же знаете правило смеюсь после слова лопаты копченый морской окунь что здорово свиток облака яда магия земли один так как на тебе мы может быть выучим кстати облака яда нам в прошлый раз очень хорошо заходило давайте может быть тоже его вблизи одинокого вяза в тени голубого света я кое-что зарыл близи одинокого вяза в тени голубого так погоди рапира ты можешь легкое оружие 3 ты можешь ее носить но ты не можешь пользоваться ну типа особой атаки у тебя нету да погоди а ножик я могу тебе дать могу вот пусть она запасной ножик стоит 720 рапирой 617 720 но лучше по идее давайте вот так может сделать до попробуем вот так ну что все таки магом лучше вот так вот голубой свет я так понимаю от кристалла я что-то зарыл гол так одинокий вяз это здесь или не здесь во первых ты дружище спасибо чтобы отдохнуть все это проход на второй уровень я понял с этим мы разобрались так клинок который нас пропустил да 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 все хорошо где у нас голубой свет и одинокий так это здесь где-то смотрите лопата здесь невозможно копать вот красиво давай хилочку мы тебе пока что дадим тут больше ничего нету выглядит как будто ничего спасибо от чего я бонус получаю сейчас не знаю хорошо так ты у нас защита живучесть одеяние бальзамир бальзамировщика церемониальное обличение облачение с бесчисленными потайными карманами в которых лежат склянки алхимик так алхимик это ты у нас на тебе держи дружище ты заслужил посмотрите у него ушки хорошо давайте так сохраняемся и тогда наверное на этом моменте пока что остановимся спасибо что были с нами выйдите в следующих сериях всем удачи добра бобра все молодушек и пися покеда и м м м м м м м